Аллергия двойника президента России Владимира Путина, вернее уже не так, он уже не является, он уже является по сути назначенным президентом России и похожим на Владимира Путина. Два случилась с ним неприятная история в Узбекистане, была у него аллергическая реакция, покраснела, опухла нижняя часть лица, нижняя часть носа, вернее, приобрела интересные формы у него и так, не все в порядке со скулами, как мы уже рассказывали неоднократно, и вы могли лично удостовериться, и в этот раз в районе скул у него опухла и покраснела кожа. Выглядело все не очень презентабельно, так как двойник, в принципе, это аллергетик, у него и ранее были аллергические реакции, это известно, и отреагировали врачи довольно быстро, дали ему лекарственные препараты, которые блокируют симптом аллергии, но полностью убрать симптом аллергии не удалось, опухлость была, ее видно во время выхода в прессе, у так называемого Путина была опухшая физиономия в районе скул, носа, губ, покраснение было явно, несмотря на работу, на работу гримеров, покраснение полностью не удалось скрыть, и нижняя часть носа выглядела такой грушевидной, смешно, смешно выглядит, но да, зрителям в большинстве своем кажется, что это вполне нормально, и даже вероятно, в чем-то красивый Путин, хотя урод, конечно, чистейший, на пресс-конференции, не на пресс-конференции, вернее, извините, во время выхода в прессе, это был, ну, такой, я бы сказал, тролль выглядел, выглядел, по крайней мере, как мифические тролли, по крайней мере, так, как их изображают на картинках смешно, конечно, но очень странным, ну, как, опять-таки, странным странно, с моей точки зрения, возможно, с вашей точки зрения, как люди обычные, да, наблюдая картинку, на которой Путин, вроде бы, на Путина не со всеми похож значит, что-то рассказывают, показывают, тут главное быть уверенным, вероятно, да, главное перенимать манеры и так далее, и если человек хочет увидеть в этом человеке Путина, ну, он, вероятно, в нем и будет видеть Путина ровно столько, сколько нужно, более того, если долго убеждать, что это, ну, скажем, не Путин, а, например, Брежнев, то, вероятно, часть аудитории Святого верует в то, что это действительно Брежнев давайте перейдем давайте перейдем к следующей теме следующая тема не менее интересна это выход на заслуженный отдых генерала Беседы известный генерал, мы с вами, опять-таки, неоднократно о нем говорили в последнее время немножко подзабыли его, даже не столько не столько подзабыли, мы то сведения о нем получаем регулярно а в информационном пространстве он пропал на какое-то время Беседа уходит на заслуженный отдых какое-то время назад с него сняли практически домашний арест его вернули на службу и, ну, никаких никаких особой функций у него не было он был, опять-таки человеком, который просто номинально представлял главу службы, но не выполнял своих функциональных обязанностей фактически, фактически, фактически занимал место не более того сейчас уходит уходит и стоит обратить внимание, что он не задержан, не арестован не находится под домашним арестом нет против него никаких действий на это также стоит обратить внимание почему мы с вами обсудим ну, я думаю, концу лета может быть, в начале осени обсудим этот факт я просто хотел обратить ваше внимание и это важно это важное событие почему еще раз повторяю более детально с вами поговорим в конце лета в начале осени но и Продолжение следует...